Доброе утро! Мы сейчас находимся внутри барьера нашего льва-симбы. Друзья, мы зашли сюда, у него выход будет отсюда. Правда, говорю, настолько кислород насыщен. Он подошел ребятам, они гладят нашу симбу через окно. Вот отсюда выход. Но пока выхода не будет, потому что у нас идут карантинные мероприятия и акклиматизация. Вот отсюда мы зашли, и перед нами сразу какое-то что-то напоминает сердце, но там внутри песок. Потому что вся территория это натуральная земля, африканская рыжая земля, а тут песочек. Сразу говорю, что этот песочек это своеобразный туалет. Потому что наши кошки нашего приюта, они обожают ходить по своим делам, именно в виде опилок, песка и все остальное. То есть очень надеемся, мы сейчас периодически будем пропитывать этот песок запахом симбы, то есть это и моча, и запах какашек, чтобы он вышел и понял, что здесь его запах, что это его дом. Напротив мы видим такой маленький прудик-бассейнчик, где у симбы будет возможность и пить. Ну как в дикой природе они подходят, здесь не будет стоять мисок, миски только в хаусе, в доме. Здесь он может охлаждаться, вода меняется специальными фильтрами. Вот, а дальше, дальше, три огромных дерева, таких я не знаю, один только посередине, похоже это манго. Вот, а все остальное, не знаю, для меня это непонятные деревья, но факт остается фактом, что есть тенек. Даже сейчас я чувствую, что солнце уже крепекает, а для животного, если некомфортно будет, тем более у нас российский лев, для него вот это, ну, как бы повышенные температуры, он уйдет туда и будет охлаждаться, то есть защищаться от солнечных лучей, потому что если мы сейчас идем туда, под дерево, в тенек, сразу резко температура меняется. Дальше есть специальная площадка построена, с учетом его, да, особенностей, потому что задние лапки у него плохо работают, из-за полученных травм и деформации мышц, он за счет своих тактей, за счет того, что там лесенка поднимется и с высоты будет смотреть на свои владения, это практически два гектара территории. Дальше уже деревья с огромными этими стволами, захочет когти чесать, есть стволы, захочет на этих бревнах, то есть все раскидано, мы видим очень много следов, всяких так землекопов, всяких там, не знаю, грызунов, какие, что я еще не понимаю, кто, какая здесь предоставлена животный мир, ну, будет, что нюхать, что копать, кого ловить. Вот, очень много птичек, видно перушки, тоже, они будут его развлекать. Ну, само собой, очень важно для нас была безопасность, это касается ограждения, смотрите, какой высоты ограждения, фактически 6 метров, и еще заходом внутрь, все это еще больше полуметра закапано, забитомировано еще в земле, чтобы не было возможности каким-то там другим зверям с той стороны копаться сюда, вот, ну и само собой, электрический пастух с несколькими, как бы, линиями и разной высоты, с учетом того, что он может прыгать выше, ну, один-два раза маленький разряд тока ударит, и он поймет, что нельзя лезть и, как бы, выходить с этого, с этой территории, все, это уже границы, границы варьера. Ну, и дальше, дальше домик, смотрите, как правильно все профессионально сделано, то есть, выход из помещения, где у нас сейчас находится Симба, вот, вот такая вот есть ограждение, да, такая специальная часть, вот, у нас сегодня работники все убирают, все чистят с утра пораньше, здесь мы открываем, все это закрыто, он переходит сюда, в это пространство, и это пространство позволит нам делать какие-то процедуры, да, есть инъекция это называется, потому что все открывается, то есть, есть возможность что-то делать, некоторые с разных сторон, представляете, да, то есть, это такая манипуляционная, как бы, отдел варьера, вот, пока мы его не выпускаем на эту территорию, если вы обратите внимание, у нас должны быть адаптационные дни и карантинные дни, сейчас пока вот это все мы соблюдаем, мы можем наблюдать за Симбой через вот эту часть, Симба, Симба там уже чамкает, похоже, что-то, вот, здесь у него специальная лежанка с соломой, но, вот он, Симбулька тут лежит, отдыхает, но на солому он не ложится, он ложится на пол, потому что пол прохладнее, клетка переноски из самолета, он еще у него, мы еще его не убрали, потому что там внутри его запах, он там много пихел, беленки пропитаны мочой, ночь прошел для Симбы спокойно, отсыпался после обездвиживания, но мисочки, еду, которую мы оставили на ночь, все пустые, их мить не надо, вот, мы сейчас попробуем, нам надо убираться у него, вот, перегонять его вот в эту часть, пускай он наслаждается первыми своей жизнью лучами африканского солнца, где очень много витамина D, как раз то, что не хватало у нас в России, на Урале, вот, а вот за это время мы уберем у него в арьере, ну, утренний обход Симбы при этом будет закончен, а дальше, дальше моя доча, доча Ева, которая тоже ждет ревизии и осмотра после вчерашних долгих, да, перелетов и процедур. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова